Вторые европейские игры Двукратной чемпионкой стала Литвинчук, оформив победу на стаирской дистанции в 5000 метров. Вошла в число триумфаторов Европеады иконаистка Елена Ноздрева. У нее золото на 200 метровке. Артур Беляков был единственным представителем нашего региона в состязаниях по спортивной акробатике. Его выступление на вторых европейских играх подпадает под определение «триумфальное». В паре с брещанкой Ольгой Мельник гомельчанин завоевал три награды – золото и две бронзы. Двукратным чемпионом европейских игр стал реческий велогойщик Василий Кириенко. В Минске спортсмен повторил свой успех четырехлетней давности на играх в Баку и стал победителем в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Год для Гомельской области спортивной сложился успешно. То, что я сказал выше – это европейские игры. Это такой, можно сказать, контрольный срез, которым мы показали, что Гомельская область не просто способна и может, а она делает и успешно это делает. В этом же году Гомель принял сразу два континентальных первенства по вольной и греко-римской борьбе. Седьмой чемпионат Европы среди глухих спортсменов и третий чемпионат Европы среди глухих кадетов и юниоров. Эти спортивные события не похожи на обычные. Заядлому болельщику они могут показаться слабо эмоциональными. Однако накал страсти здесь иногда покруче, чем в боях МакГрегора. В составе национальных команд приехали атлеты высочайшего уровня. Спортсмены региона показали хороший результат и на национальной арене. В мае гандбольный клуб Гомель стал чемпионом страны в третий раз за последние четыре года. Через неделю женская команда пополнила свою коллекцию четвертым Кубком Беларуси. И вот под конец года волейбольная энергия завоевала бронзовые медали в Кубке Беларуси среди мужских команд. Для нашей команды это вторая бронзокубка в истории. Однако не только спортивными турнирами запомнился этот год. В Гомеле начала работать вторая в регионе лыжероллерная трасса. А под конец 2019-го как будто подарок на Новый год принял первых посетителей футбольный манеж. Лыжероллерная трасса получилась на славу. Ее протяженность 1 километр, ширина 4 метра. Расположена она на берегу Грибного канала. Биатлонный комплекс включает в себя стрельбище на 24 мишени. Впервые использована не традиционная система, а разработка Гомельского домостроительного комбината. Специальные стеновые панели с необходимым покрытием и отделкой для размещения мишеней. Напротив трибуны рассчитаны на 500 зрителей. По краю трассы установлено видеонаблюдение и освещение. Не хватало этого. Просто у всех есть трасса, где тренироваться. У меня нет, а теперь есть. Еще один значимый объект – крытый футбольный манеж. Длину он 115 метров, высоту 24. Купол имеет два слоя, между которыми циркулирует горячий воздух. Даже при минусовой температуре на улице внутри будет около 15-20 градусов выше нуля. А это значит, что тренировки на траве у гомельских футболистов и воспитанников детско-юношеских спортивных школ перестанут носить сезонный характер и будут проводиться круглый год. К тому же такие благоприятные условия могут привлечь к нам гостей из соседних стран для проведения сборов, а также участия в международных турнирах и соревнованиях. Это были главные события спортивной жизни региона в 2019-м. Впереди не менее насыщенный год. Как минимум потому, что мир в предвкушении Олимпийских игр в Токио. На сегодняшний день у наших спортсменов уже 12 лицензий. Болеем за наших. А мы и дальше будем вас знакомить с яркими стартами и финишами региона. Вероника Гамзюкова, Валерий Гопанько. Новости недели. Новости недели.